Здравствуйте! Это новости на канале ЭНСК-49 в студии Мария Левина и смотрите сегодня. В России отмечают День воздушно-десантных войск, как отметили праздник в Новосибирске. В регионе проверяют, как исполняется закон о торговле, вступившей в силу 15 июля, призванной защитить нашего производителя от нечестной конкуренции. А также дать возможность продать покупателю качественную продукцию по доступной цене. Водолазный видеокомплекс, мини-почтомат и другие готовые разработки представили в Академпарке резиденты бизнес-инкубатора. Кроме того, впервые наравне со взрослыми свои бизнес-проекты презентовали школьники. А теперь подробнее об этих и других событиях. 86-ю годовщину со дня образования 2 августа отметили воздушно-десантные войска Вооруженных сил России. Новосибирские праздничные торжества начались утром в Центральном парке. Там побывала и наша съемочная группа. Профессиональный праздник воздушно-десантных войск до такой степени популярен и у всех в нашей стране на слуху, что и историю создания этого рода войск тоже многие знают. 2 августа 1930 года в России впервые десантные подразделения в составе 12 бойцов для выполнения боевой задачи десантировались парашютом с самолета. Это событие считается днем рождения десантных войск и активно отмечается с середины прошлого века. В Новосибирске уже по традиции торжества в этот день начинаются в Центральном парке. Были замечены целые колонны машин с флагами ВДВ, направляющиеся в его сторону. А здесь, около сцены, народа в тельняшках и голубых беретов с каждой минуты становилось все больше. Хотелось бы поздравить всех, кто служил в воздушно-десантных войсках, чтобы продолжали славные традиции ВДВ. Одна из самых хороших традиций праздника – это, конечно, прийти вместе со всей семьей, а не купание в фонтанах. Чтобы приходили с детьми, с ребятишками. Вот еще в этом году мы от Союза десантников Сибири устроили всякие мероприятия, аттракционы спортивные, сборка-разборка автоматов будет, перетягивание канатов будет, каша, настоящая полевая каша и чай сладкий. Самый крепкий напиток, который будет сегодня. И детей на праздники действительно было немало. И ведь тоже в голубых беретах и в белоголубых тельняшках. У нас он семейный, уже не первый год. Ансамбль «Бежливые люди» Вот, с гипсом даже и то пошла. Что ты думаешь о десантниках? Ну, это хорошие, отважные люди, которые служили ради Родины. Говоря о традициях боевых, десантники в первую очередь называют честь, доблесть и любовь к Родине. Кто такой десантник? Ну, скажем так, человек готовый по первому требованию и недолго собираясь выполнить задачу. А в Центральном парке задачу по поддержанию праздничного настроения все утро выполняли творческие коллективы. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась по-гвардейским, по десантным законам. В торжественных речах сослуживцев и официальных лиц со сцены воздушно-десантные войска называли и крылатой пехотой, и голубыми беретами, и, конечно, элитой вооруженных сил. Известно с 30-го года на разных звучит языках, есть парни особого рода в российских десантных войсках. Вот сегодня этот день, день воздушно-десантных войск, день гордости за нашу страну, за этот элитный вид вооруженных сил. Уже около 10 лет десантники объединяются в свой профессиональный союз, который в организации праздника тоже принимает активное участие. За десантные войска хочу сказать, что я испытываю очень большую гордость, что причастен к этому. Хотелось пожелать всем здоровья, удачи. Это великая честь служить нашей родине и России. Ну и, конечно же, хотелось бы передать традиции дальше молодому поколению, чтобы все жило. Хорошее желание. Ведь чем больше молодых людей переймут традицию, жить по принципу «никто, кроме нас», чтить силу, мужество и надежность, тем в большей безопасности будет наша Родина. 2 августа наш коллега, телеоператор Максим Гуляев умер в больнице. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии, куда попал после катастрофы. Напомним, 28 июля водитель микроавтобуса «Тойота Хайз» подрезал мотоцикл Максима. В момент аварии зафиксировала камера видеорегистратора. На ней видно, что микроавтобус разворачивается посередине моста через двойную сплошную, а затем сбивает мотоциклиста. Максим получил травмы, несовместимые с жизнью. Ему было только 41. Коллеги помнят Максима как очень отзывчивого, доброго и позитивного человека, всегда готового прийти на помощь. Коллектив канала «Энск-49» выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Максима. Во вторник назначенный на пост президентского полпреда в Сибири бывший губернатор Севастополя Сергей Миняйло прибыл в Новосибирск. По словам Сергея Миняйла, в первую очередь его работа в новой должности будет направлена на обеспечение стабильности и укрепление безопасности России. Напомним, 28 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке полпреда президента России в Сибирском федеральном округе Николая Рогожкина. В этот же день был опубликован указ о снятии Сергея Миняйла с должности губернатора Севастополя и назначение его полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. В Новосибирской области начали работу мониторинговые группы одной из крупнейших политических партий нашей страны. Эксперты и общественные активисты занялись контролем правоприменительной практики законов, принятых Госдумой. Сегодня в Новосибирске прошел круглый стол, на котором обсудили поддержку местных товаропроизводителей и ограничение на размер вознаграждения торговым сетям в 5%. Как на практике выполняется этот закон в нашем городе и о чем решили доложить участники круглого стола Владимиру Путину, узнал наш корреспондент Василий Акимов. Мониторинговые группы «Единой России» начали работу в нашем регионе. Задача, поставленная депутатами Госдумы, проконтролировать то, как применяются на практике законы, принятые российским парламентом. В частности, закон о торговле, направленный на поддержку местных производителей продукции и устанавливающий ограничения на размеры вознаграждения 5% торговым сетям. Именно ему и был посвящен первый круглый стол, прошедший в Новосибирске и собравший депутатов, чиновников, представителей партии и торговых сетей. Эта тема волнует каждого человека, наверное, потому что каждый гражданин России ежедневно мы ходим в магазины, покупаем продукты первой необходимости, да и не только, хлеб, молоко, мясо. И каждый из нас заинтересован в том, чтобы мы получили хорошие продукты по максимально низкой цене с хорошим сервисом. В мониторинговой группе рассчитывают на конструктивный диалог как с представителями торговых сетей, так и с поставщиками. На то, что каждый из них предложит какие-то конструктивные предложения, которые будут представлены в виде доклада президенту Владимиру Путину. В результате, что мы должны получить этого мониторинга, вот этот обширный анализ, собственно, как работают сети, как сейчас по-новому оформляются договора, потому что в законе регламентировано новое оформление договоров между торговыми сетями и поставщиками, ну и так далее, там, в общем-то, много пунктов. И вот результатом нашей работы, собственно говоря, должна быть такая аналитическая справка, которая будет представлена президенту для того, чтобы после обсуждения с президентом, может быть, были приняты какие-то доработки, предложения, ну то есть вот как это бывает в рабочем процессе. Как и рассчитывали организаторы, круглый стол прошел вполне конструктивно. Не секрет, что часто на торговые сети вешают всех собак, и поставщиков они неправильно отбирают, и товары норовят купить подороже. Однако все оказалось не так просто. По многим товарам и местных поставщиков найти очень сложно. И, например, фрукты из щели вполне могут оказаться качественнее и дешевле, даже с учетом доставки, чем аналогичная продукция из Средней Азии, говорят представители торговых сетей. Цену мы обеспечиваем, но ведь если цена растет, это же не торговые сети ее поднимают. Вот возьмем гречку, за год в два раза выросла. Мы что ли ее подняли? Подняли те самые товаропроизводители, которые находятся в соседних областях. До сих пор зачастую у нас бывают ситуации, когда мы договоримся с поставщиком, отдаем продукт на анализ, выясняем, что этот продукт не соответствует заявленным нормативам. Выясняется, что у поставщика нет отложенной логистики, что он не может просто привезти режимный товар в режиме. И это тоже до сих пор есть. Выясняется, что поставщик не может нанести всю необходимую информацию на упаковку до сих пор. Вот в этом плане я бы призвала работать наших местных товаропроизводителей вот в этом направлении больше. Именно выслушав различные мнения и убедившись, как на практике выполняются новые нормы, можно судить об эффективности принятых законов, считают организаторы таких мониторинговых групп. Более того, организаторы даже открыли телефонную линию, по которой готовы выслушать различные мнения и сообщения об исполнении принятых законов. Причем они не ограничиваются одним законом о торговле. Эксперты мониторинговых групп «Единой России» также занимаются контролем исполнения законов, касающихся создания лесопарковых зеленых поясов возле крупных городов и мегаполисов, исполнения закона вовлечения в оборот неиспользуемых земель, сельхозназначения. И приглашают к этой работе всех заинтересованных людей. Всего за минувшие сутки в Новосибирск области произошло 7 ДТП, в которых 2 человека погибли и еще 7 получили травмы. В Колыванском районе столкнулись с Тойотой мотоцикл. По данным МВД по региону, мотоциклист при выезде на главную дорогу не пропустил иномарку и совершил столкновение. Врачи скорой помощи доставили 76-летнего водителя мотоцикла «Урал» в больницу, однако врачам не удалось его спасти. Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в Искитимском районе. Тойотой был сбит мужчина. Как установили сотрудники полиции, 62-летний житель областного центра переходил в проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Прибывшим на место происшествия врачам скорой помощи оставалось только констатировать смерть пешехода. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия и степень вины их участников. Главе Кубышевского района Виктору Функу суд продлил домашний арест на два месяца. Напомним, его обвиняют в превышении полномочий при планировании строительстве и проведении расчетов за работы по возведению насосно-фильтровальной станции в городе Кубышеве. По версии следствия, именно из-за превышения полномочий главой района жители Кубышева остались без питьевой воды. Превышение полномочий чиновникам выразилось в строительстве фильтровальной станции, которая не могла решить проблему подачи чистой воды в дома Кубышева. Глава района об этом знал, но продолжал оплачивать бесполезное строительство, полагает следствие. Сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей, сообщает НДН-Инфо. А пока жители города продолжают ходить на колонку, так как вода, которая бежит из крана, жителей Кубышева непригодна для использования и уже не первый год, пишет издание. Компактный водолазный видеокомплекс, медицинские программы, система доставки покупок из интернет-магазинов, эти и другие проекты бизнес-инкубатора Академпарка уже считаются успешными. Наша съемочная группа познакомилась с его резидентами и выяснила, какие еще проекты сейчас находятся в разработке и что такое акселератор Астарт. Для чего предприниматели и разработчики стремятся стать резидентами Академпарка? Все просто. Здесь их научат, как вести бизнес и продвигать свой товар на рынок. То есть дадут инструментарий, соответствующий нужному направлению, будь то IT-технологии или приборостроения. К примеру, проект LightFlow воплотился в такой вот, с виду похожий на обычный ящик, многофазовый расходомер для газоконденсаторных скважин, который очень даже нужен нашим нефтяникам. Крупная компания им уже заинтересовалась. Расходомер мерит дебет скважины. Соответственно, ему нужно измерять трехфазный поток – нефть, вода и газ. Естественно, наша разработка получилась дешевле зарубежных решений, к тому же работает она на другом алгоритме. Визуализацией подводного пространства для различных исследований занимаются авторы другого проекта. К такому вот наземному блоку управления подключается подводная камера и акустическое оборудование, которое нарисует картинку, если вода мутная. Перед вами как раз блок регистрационных данных на УТИУС. Мы его обозвали, с помощью которого выводится изображение. То, что показывает нам либо подводная камера, либо гидролокатор. Проект «Кенгу-24» должен сделать интернет-торговлю еще доступнее и комфортнее. Ведь по задумке авторов покупки должны будут приходить в почтоматы, расположенные в непосредственной близости к вашему дому. Мы разработали вот такой мини-почтомат, который вмещается на один квадратный метр уже арендованного, по сути, платежным терминалом места. И подключили его, собственно, к этому самому платежному терминалу. Благодаря этому мы сильно сэкономили на себестоимости производства данного самого устройства. И имеем экономику, которая позволяет устанавливать данные самые устройства по всей России в мелкие города, в крупные спальные районы. Есть проекты, в которых разрабатывается программное обеспечение, которое, к примеру, помогает в работе нейрохирургов и многое другое. Все эти проекты в Академпарке называют успешными. Компании-разработчики уже вышли или выходят на коммерческие рынки. Другие только стремятся стать на ноги, а чтобы сделать это быстро и грамотно, проходят школы Академпарка. Или, как сейчас это здесь называется, бизнес-ускоритель Астарт. Конечно, изменилось не только название, говорят специалисты, но и содержание. Мы помогаем молодым компаниям, стартапам, технологическим в области приборостроения, биомедицины и нанотехнологии, IT. Мы помогаем им развиться уже до более зрелой стадии, до стадии резидента бизнес-инкубатора. Ну, а впоследствии в инкубаторе мы уже с ними работаем, помогаем им стать самостоятельной взрослой компанией. К примеру, молодая компания сумела автоматизировать процесс создания популярных в последнее время квест-румов, комнат, в которых необходимо найти разгадку и выполнить задания. Ну, в одном квест-руме у нас потолок опускается, например, на людей прямо, им надо там выполнить задания, пока их не раздавило, условно говоря. В другом у нас есть там такая круглая банка, и они заходят в нее, раскручиваются в центре и выходят уже в другой комнате, которая по антуражу полностью повторяют первую, но на 30 лет до этого, то есть они как бы переместились во времени таким образом. В первом бизнес-ускорителе Астарт приняли участие в 80 проектов. До финала обучения дожили около 60, по обеду одержали порядка 15. Вот они и будут зачислены в резиденты Академпарка. Тем, кто не прошел отбор, придется еще поработать над своей бизнес-моделью. И у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220-2105. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...